Кто пришел на подпольную вечеринку. Все подробности у Дарьи Григоровой. Не, начну снимать 19 мая. Уже пошли на отмену антикоронавирусных мер. Российские футбольные союзы и премьер-лига проведут проверку. Здарова всем, у нас сегодня стандартная распаковочка радиоприемника от Riketes. Моделька называется TR-201, написано Emergency Radio. То есть это радио, которое выручить в трудную минуту в экстремальных ситуациях. Я бы даже так сказал. Коробку уберем в сторону, она не слишком симпатичная. Комплект очень простой. Стандартный микро-USB кабель, которым нас не удивить. Мануал на английском языке, здесь только вся информация. И непосредственно сам радиоприемник Riketes. Он выполнен из такого прям кондового грубого пластика. Прям чувствуется, что штука нацелена на экстремальные походные условия. Что здесь интересного? А интересного здесь просто дофигища. Значит, давайте начнем, наверное, откуда? С задней части. Здесь у нас есть отсек для батареек. Сюда можно засунуть три маленькие батарейки. Мизинчиковые, да, то есть 3А. Как видите, сейчас здесь батареек не установлено, потому что здесь есть встроенная батарея емкостью 5000 мАч, что довольно-таки много. Значит, крепится у нас корпус на винтах, там их в длине, в глубине можно смотреть. Есть ручка. Ручка, которая, как динамо-машина, позволяет нам заряжать батарею этого радиоприемника. Давайте назовем так. И с точки зрения заряда, здесь есть в мануале надпись. Давайте я вам ее сейчас прочитаю. Короче, если вот эту ручку крутить 130 оборотов в минуту, то полностью всю батарейку вы зарядите за 4 часа. Также здесь есть фонарик, да, и если покрутить эту динамо-машину 20 минут, то на 20 минут свечения вам этого хватит, или на 10-15 минут воспроизведение радио. Наверное, с мануалом мы теперь покончим. Значит, лицевая сторона у нас здесь динамик, из которого выходят звуки музыки радио. И кнопки управления. Значит, здесь мы переключаемся между 3А и встроенной батареей. Здесь переключаем радиодиапазоны. Здесь FM, AM, VB и VBOL, что бы это ни значило. Соответственно, есть телескопическая антенна, которая выдвигается, и можем, в принципе, сейчас уже включить радио. И половить его с помощью вот этого бегунка. Специалисты нашей компании решат любую задачу быстро, качественно и с сохранением гарантийных... С точки зрения звука здесь, конечно, всё очень плохо. То есть, звук совершенно плоский. Даже вот у меня был прошлый радиоприёмник Riket S. Там, если голос слушать, был какой-то в нижнем части диапазона, какой-то намёк такой на бас. В голосе здесь ещё хуже звук. То есть, обычная эта бормоталочка, конечно, для прослушивания музыки её я крайне не рекомендую. Но она, наверное, не для этого, в принципе, сделана. Давайте теперь телескопическую антенну уберём. Чё здесь ещё есть интересного? Здесь на торце есть фонарик. Нажимаем на кнопку, он загорается. Мы ещё на улице его затестим. Дальше. Есть солнечная панель, которая, естественно, на солнце заряжает ваш аккумулятор. Это круто. При этом, если её откинуть, то здесь на внутренней части также есть небольшая лампочка. И нажатием под ней она включается. Получается некое подобие светильника. Да? И... Так, сейчас давайте мы эту штукенцию выключим. Следующая киллер фича это кнопка SOS для тех, кто потерялся в лесу. Сейчас я её нажму, и она начинает довольно-таки громко и мерзко издавать сигнал SOS. Ещё мигает красной лампочкой. Ну и на верхней части, там где у нас есть удобная ручка-переноска, здесь порты закрыты резиновой заглушкой. Обращаю внимание, что каких-то супер жирных бортиков здесь нету. Здесь у нас идёт порт microUSB для зарядки самого девайса, порт для наушников, то есть можно радио слушать через наушники. И непосредственно полноценные USB, чтобы можно было зарядить от этого павербанка мобилу. Так, сейчас у меня на этот телефон звук идёт запись. Посмотрим, как пойдёт зарядка. Да, действительно, зарядка пошла. Видно, что в иконке батареи нарисована молния, значит зарядка идёт. С точки зрения водозащиты здесь IPX3, ну то есть это прям просто защита от брызг, то есть в серьёзную воду лучше этот девайс не погружать. Ссылка на этот великолепнейший девайс будет в описании под этим видеороликом. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.